Люди не всегда задумываются, каких усилий стоит обеспечение безопасности населения. Не зная выходных и праздников, специалисты муниципальных служб предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стоят на страже здоровья граждан. Три года назад в России появилась новая структура, позволяющая реагировать на происшествия еще быстрее. 112 – простой номер телефона, сегодня его знает каждый. Достаточно одного звонка, чтобы получить квалифицированную помощь в кратчайшие сроки. 112 – он уже, я так думаю, у большей части населения телефон в голове, и все это делалось намного оперативнее. И нам проще, зная всю структуру района и всю специфику, как-то скоординировать, оказать содействие в информационном плане и в устранении всех этих последствий. Надежно тылом обеспечивают различные аварийно-спасательные службы. Представители каждой из них ежегодно принимают участие в смотре, который традиционно проходит на большой парковке Дворца Спорта Видное. Мы впервые проводим с практическими мероприятиями. До этого мы проводили просто смотр сил и средств. В этом году мы проводим смотр сил и средств. И после этого отрабатываем практические мероприятия по тушению условного пожара на объекте электроэнергетики и лесном массиве. Сегодня здесь представители Мособлэнерго, Дорфсервис, Подольской газовой аварийной службы, Видновского производственного технического объединения, ну и, конечно, более привычные гражданам службы обеспечения безопасности – полиция, скорая помощь, пожарный и МЧС. Каждая выполняет свои обязанности безупречно. Недавно был приобретен новый современный пожарный автомобиль, который позволяет повысить уровень оказания помощи. Он оборудован современным аварийно-спасательным инструментом для реагирования на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий, также для вскрытия дверей и проведения аварийно-спасательных работ. Очень он удобен для тушения квартир, так там он оборудован с валом высокого давления, то есть мы не заливаем ни слежащие этажи, у него небольшой расход воды, то есть достаточно удобно именно для квартиры, он автомобиль маневренный. В чрезвычайных ситуациях большая роль отводится сотрудникам Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Именно они обеспечивают население чистой питьевой водой. А мне каждый раз вопрос интересует. Как вы ее обслуживаете? То есть у нас еженедельно два раза берут... Только после питьевой? Нет, на самом деле вода питьевая после фильтрации. То есть у нас в неделю два раза наша лаборатория берет смывы, анализы, то есть в зависимости от того, есть ли там заражение какой-то бактерии или нет, обеззараживание проводится с хлоросодержащими и прочими. То есть у нас за этим делом следит лаборант, который непосредственно два раза в неделю осуществляет съемы. Осмотр аварийно-спасательной техники провел глава Ленинского района Валерий Венцель, который дал службам высокую оценку и лично протестировал вездеход для поиска пропавших в лесах людей. Сегодняшняя учеба, она показала, что у нас достаточно средств, у нас достаточно техники. Мы сегодня увидели, как работает техника, она вся в рабочем состоянии, поэтому к любой черчайной ситуации Ленинский муниципальный район готов. Свою команду на смотре представила и добровольная народная дружина совхоза имени Ленина, которая у себя в поселении имеет возможность первыми оказаться на локальных небольших пожарах, чем очень помогает сотрудникам МЧС. Сейчас такие дружины организовываются и на других территориях Ленинского района.